Что такое пожар, знает абсолютно каждый человек. И как его предотвратить тоже. Тем не менее, как только сходит снег, резко возрастает количество возгораний. Сейчас в восточной части России вовсю полыхают жилые поселки, степи и леса. Есть погибшие и пострадавшие. Во многом причина бедствия – людская халатность. Как избежать трагедии? Этот вопрос обсуждался на пресс-конференции МЧС Чувашии. За окном потеплело, пришла весна, а вместе с ней в республике начались пожары. И если паводок в Чувашии прошел незаметно, то возгораний уже больше сотни. А на тушение сухой травы пожарные расчеты выезжали уже 32 раза. Но трава сама не загорается. Все это дело рук человека. Люди сами наносят вред и себе, и природе, сжигая так называемый сухостой. Конечно, от него можно избавляться, но строго соблюдает технику безопасности. Правила говорят, выжигать не ближе 50 метров от ближайшего объекта. Площадка должна быть очищена в радиусе 25-30 метров вокруг. Дальше по краям вот этого радиуса очищенного должна быть минерализованная полоса. Но это, то есть, когда перекапывается земля, для того, чтобы сверху находилась не что-то там, сухая подстилка, которую сгрести невозможно, а чтобы была вывернута наизнанку земля и лежала уже какая-то вот она влажная, сырая, но не горючая, по крайней мере. И ширина этой полосы должна быть не менее метр сорок. Помимо этого, на улице должна стоять безветренная погода, чтобы искры и угли не перекинулись на предметы. Не соблюдающих пожарную безопасность ждет наказание, штрафы. Так, гражданам придется отдать от тысячи до полутора тысяч своих кровных. Должностным лицам от 6 до 15 тысяч. Самый крупный штраф затушения ждет юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. А если на территории республики будет введен особый противопожарный режим, размеры штрафов вырастут вдвое. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.